Слизкие береги Специалисты отзначают, такие трагедии в осень здаются часто. Листва, перепады температур ночных и дневных, получается, подморозит травку, затем она оттаивает и так далее. То есть берега превратились в скользкое место. И съехать по такому берегу в воду очень даже просто. Что и случилось с рыбаком, который проживал в буйничах в нашем поселке, ушел на рыбалку и, к сожалению, оказался в водоеме. С початку слизкие береги, а после тонкий лед. Перед первых заморозков самый неспокойный для воротовальников. Что год за тонкого льду на водоемах в области тонуть рыбаки. Появится первый лед и, как правило, у нас по первому льду тоже происходит трагедия. Лед должен достигнуть толщины 7 сантиметров, а уже выход наши рыбаки осуществляют при толщине до 3 сантиметров. В 2014 году мы потеряли двоих рыбаков, а в прошлом году уже троих. Воротовальники попередживают, за выход на тонкий лед можно и штраф отримать. Нагадаем, у минулого года областный выконавчик комитет принял решение об забороне выхода на лед уперед его остановления и расставания. Наталья Ильинич, Александр Артемьев, Новинир региона.